Детство – золотое время и оказывается самое важное с точки зрения диспансеризации. Осмотреть, дать советы и рекомендации, проследить за их исполнением – привычное дело для врачей Брестко-городской детской поликлиники номер 3. Зайдя в медучреждение, можно заметить, что по телевизору показывают мультики для маленьких пациентов, как напоминание о том, для кого работают специалисты. А в кабинетах – улыбчивые врачи, заходить которым совсем не страшно. Так на прием к педиатру пришла семья Болюк. Малыша Мишу ничего не тревожит, ничего не болит. И это неудивительно. Ведь молодые родители Александра и Анастасии ответственно подходят к здоровью своего ребенка, посещают различных специалистов в мерах профилактики. А потому и детская диспансеризация для них – это шанс еще раз убедиться, что и их малыш здоров. У меня два младших брата, поэтому, в принципе, для меня это не ново. Мама постоянно ходила с ними. И как мы узнали, что открылся новый диспансер и перевели, получается, в ульку участки, то вот каждый месяц мы приходим и проходим к врачам. Нам звонят, говорят, что вот новый месяц уже прошло и приходите. Вас ждем и приходим. Диспансеризация нужна для того, чтобы следить за здоровьем малыша, потому что это очень важно. Лучше предупредить, как говорится, если что-то найдется, чтобы все было хорошо. Мы ее проходим регулярно. Сейчас уже ребенок постарше, поэтому два раза в год нам медсестра звонит, приглашает нас на прием. Мы проходим обследование, конечно, посещаем врачей, нам педиатры и медсестра говорят, каких специалистов нам надо пройти. Доктора своего она любит. Плакала она, наверное, потому что много людей быстрее. А так, в целом, нет, она приходит хорошо, спокойно, бегает по коридорам, ей нравится. Отрадно, что многие родители понимают, что профосмотр и диспансеризация необходимы для предупреждения и своевременного выявления различных заболеваний. Своё первое обязательное обследование ребенок проходит еще в роддоме, а далее в поликлинике по месту жительства. Но на определенном этапе взросления при отсутствии жалоб у ребенка случается так, что родители пренебрегают вопросами здоровья, откладывают посещение специалистов в установленные сроки и упускают возможность ранней диагностики ряда серьезных заболеваний. Насколько эффективна данная программа, узнали в разговоре с главным врачом Бреска городской детской поликлиники номер 3 Нелли Микляевой. Мы перешли на новый формат. Теперь при проведении диспансеризации осуществляется не профилактический осмотр и не обязательный медицинский осмотр, а медицинский осмотр, направленный на медицинскую профилактику, в том числе выявление хронических форм заболевания на ранних этапах их формирования. Задача диспансеризации заключается в своевременном появлении социально значимых заболеваний, наиболее часто приводящих уже в трудоспособном возрасте к инвалидности, что хуже еще к смерти. Это такие заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, сахарный диабет, либо заболевания бронхолегочной системы. Учет особенностей развития каждого малыша, определение специалистами физического и эмоционального состояния организма помогут создать комфортные условия нахождения ребенка в детском саду или школе, а участковый врач-педиатр станет верным помощником в каждой семье, ведь именно он поможет принять правильное решение в период адаптации. Выделяются два этапа. Это дети с рождения до месяца и с месяца до 12 месяцев, и далее с одного года до 18 лет. Ребенок до года с одного месяца ежемесячно приходит примерно в свою дату рождения на прием к участковому врачу-педиатру. Проводится общий осмотр ребенка, измеряется вес, рост, окружность головы, груди. Далее в определенные сроки даются рекомендации. Это определение, общий анализ крови выполняется, общий анализ мочи, выполняется электрокардиограмма и даются рекомендации. Диспансеризация – это не только обязательное профилактическое мероприятие, но еще один шаг на пути к здоровью, которое, как мы знаем, за деньги не купишь. Спасибо. Спасибо.